32 стих 32 стих говорится «Сего Иисуса Бог воскресил членов всех Свидетелей» 36 стих 36 стих прочитаем «Сего Иисуса Бог воскресил» «Сего Иисуса Бог воскресил» «Сего Иисуса Бог воскресил» И вам необходимо знать причину сосредоточенности. Если вы здесь сосредоточились, то невозможно изменить вот эту запечатленную проблему сущности. Если вы здесь сосредотачиваетесь на этом обучении, потом вернетесь домой и будете сами иметь время сосредоточенности, эти вещи поменялись? Сейчас эпоха медитации или трансцендентальной медитации. Сейчас по всему миру распространяется движение медитации. Вы знаете, что такое движение? Что такое медитация вообще? То есть люди полностью себя во что-то погружают, входят в это очень глубоко? Я не знаю, что такое медитация. Сейчас люди так говорят, что через медитацию мы можем все исцелить. То есть абсолютно все можем исцелить? Да. А мы будем делать все. Мы будем делать все, да? Мы будем делать все. Мы будем делать все. Мы будем делать все. Поэтому люди говорят, что даже можно рак исцелить. Поэтому медитация – это решение на все проблемы. Так говорят. Поэтому сейчас все люди, которые являются топом в своих сферах, все богачи, они все занимаются медитацией. Когда вы спите, эти люди не просыпаются пораньше и занимаются медитацией. И кто тогда выиграет? Те люди, которые занимаются медитацией, они выигрывают. И так говорят, что богат и которые занимаются медитацией, они так говорят, что богат и нынешний день. Во внутреннем мире, во внутреннем мире можно получить огромную силу. Сила появляется, поэтому есть то, что входит и подсознание, вот люди говорят о подсознании. Когда они развиваются вот эти вещи, то они достигают вершины топа. Если вы, что интересно пытались, то кто-то, кто-то кого зависит от учеников. Рusall скажите, что планирует оба что-то, чтобы искать оба, что искать оба и то, чтобы просто искать оба или о том, что искать оба или то, что искать оба, именно понятно, что спускалась в безобразовании. Но что делают верующие? Верующие они всеотачиваются только на внешних вещах. Что покушать, а что одеться. Вот так. Вот это люди, которые медитируют. Они занимают определенную позу. Их ничего не отвлекает. Они сосредоточились и входят вот сюда. Подсознание. Они в общем-то не знают. Они не знают, что они не знают. Они не знают, что они не знают. И вот поэтому, таким вот образом, они исцеляются от своих болезней. И даже появляется сила. И даже более, то появляется сверхсила. Их много бывает. Потому что зеркал в университет. Какие проблемы, что многие люди любили брать и жизни, или любили брать, и азеркал в университете, это неприятно. И вот туда же появилась сейчас такая вещь, как душевная наука или душевная медицина. То есть они используют медитацию для того, чтобы лечить людей в больницах даже. И вот они признают, да, действительно, что это один из способов, хороших способов лечить болезнь людей. Вот эти люди по сравнению с нами, что они делают? Они занимаются медитацией, входят в подсознание, оттуда получают силу. А что верующие? А верующие об этом и не знают, и не делают это. Вот если посмотрите в Библию, то там самое начало об этом говорится. Что человек был создан по образу Божьему. Что человек был создан по образу Божьему. И вот Библия нам говорит о том, что внешнее, это не проблема, это не так важно. Но что важно, это душа. 3 Иоанна 1-2 возлюблены. Да приуспеваешь ты во всем, как душа только приуспевает. И вот если посмотрите 1 Фессалоникийцам 5-23, там сказано, что человек состоит из духа, души и тела. Вот когда мы с вами получаем слово, тогда как мы получаем его? Через глаза, через уши, через уста. Вот мы вот так принимаем больше слова. Но вот это то, что могут делать и животные. Вот собаки, например, вот они тоже могут использовать свои органы и чувства. То есть люди, вот они тоже слушают проповедь, в одно ухо входит, в другое выходит, но ничего не остается. И вот если только вот так вы принимаете слово Божие, тогда оно не может в нас сохраниться. Наonos не будет меньшеا, о舒服е говорится. Открыться. Итак, если тебе покажите мои слова, они тоже будут напрасны. И многое ли это новое. В особей кухне. Мы перед этим перед этим кухней, в семью, в таком, оченьense, чтобы недеваться. palace, которые мир и покажены. Это то, что вы помните? Это то, что вы получаете с. И вот они из му. Это то, что ты прощаешься, правда. И это то, что ты прощаешься. и в таком и течение и третий. Вылеза. И я считаю прочим, это то, что вы научаем это не длинным. И теперь, Bernieists. и люди, и что это нашли. «Душа должно проникнуть в мою душу» — это слово «божь должно проникнуть в мою душу». Что значит душа? Это слово «божь должно проникнуть в мои мысли, потом в мое сознание и в итоге в мое подсознание. И люди знают об этом, о подсознании, поэтому они используют это подсознание и занимаются медитацией. Эти люди, они не знают Евангелия, но они вкладывают в себя неправильные инстинкты — это «я», «деньги» и «успех» в подсознание. Вот эти люди занимаются медитацией, и потом они испытывают силу, проявляется сила, и они понимают, а вот это вот другой «я», «я», «который может испытать». И постоянно думают о деньгах, это вот запечатлевается. И также вкладывают в свое подсознание — это «успех». Когда мы смотрим, это не одинаково. И вот действительно вот эти люди вот так вот вкладывают вот эти вещи и они зарабатывают деньги, они становятся успешными, но есть то, что еще одно, это бессознательная часть, это бессознательная часть, и это та часть, наше сознание оно не может дойти, то есть достичь вот эту бессознательную часть. Но есть то, что эти люди не знают, что они не знают? Они не знают духовного мира. И они не знают о том, что у человека есть дух, и человек – духовное существо. И вот люди, они не знают об этом, и вот так вот входят в подсознание, потом даже доходят и без сознания, но в итоге они становятся обладаемыми злыми духами. И вот эти люди, они обладаемыми злыми духами, тогда проявляется удивительная сила. Но тем не менее в итоге они все сталкиваются с духовной проблемой. И вот Испалина есть, да, Испалина и Вавиланская башня. Испалина, ничего нет. Если они не успешные люди, то это нормально, потому что они не инфраструктуры. Но если у них успеха, то они перишут позже. И тогда они также дадут к другим. Таким образом, они перишут вместе. Таким образом, я хочу знать, что человек состоит из тела, души и духа. И духовное творение. Поэтому нам не надо следовать за этим. Но что нам необходимо знать? Это Евреем 4. Слово Божье живо и действенно. То есть оно острее всякого меча по Юдоострову. И это слово проникает до разднения души, духа, составов и мозгов. Поэтому это говорит о том, что это слово должно войти. Евангелие должно войти. До куда должно войти? До духа должно войти. Если оно не дойдет до духа, тогда вы не сможете изменить вот эти вещи. Но вопрос в том, что Евангелие сюда еще не зашло. Ей, это было надо, а что сюда зашло? Ей, его зовут как. Это было. Хамчет. Рано. О, мам. Комператор. Вот эти жалобы. Югия, дорогие. Какие-то другие вещи или неправильные вещи, тоже можно сказать, другие и неправильные вещи. И вот, что с самого детства во что вот эти вещи? С самого детства это слышали, оно повторялось, повторялось и оно пошло внутренне у нас. И вот есть два способа, чтобы что-то сюда вдуло. Первое, это шок. И второй способ, это повторение, что-то надо, чтобы постоянно повторялось. Вот если вы получите шок от чего-то, вот оно войдет сюда, в дух. Хорошо. В детстве вы получили шок от, к примеру, ссоры родителей. И вот эти вещи, они проникли, вот это событие, вот это ссоры, вот оно вошло в рожду. Или вот что-то постоянно, вот что-то повторялось, вы это там прочитывали, и вот оно тоже вошло? А вот, это к примеру, что-то происходит. Аминецкая, который начинает когда-то тут-то. Аминецкая, которые сейчас должны прониклинуть, мы такие-то как-то, их они-то, там-тоjanга-го, И вот эта школка-то, вот, это такая-то. И вот, и вот эти слова, и оно все-то. バтая-то, это, или они, или по-au-нухо, но как-то. Аминецкая, это, или иноśко-то, они-то, обезбивали, Что случилось? Но, в самом деле, они, как-то, как-то интересуются в них. Дело в том, что мы никогда не знаем, как эти вещи вылезут нам в будущем, какой ее плоды. Поэтому каждый день делается, оно пойдет сюда. Это не то, что вы не сможете испытать, что вы никогда не понимаете. Вы не сможете, что не сможете делать. Вы не сможете идти, что вы не сможетеूти, возможно не сможете. Если что-то войдет вот сюда, то это уже невозможно вытащить. И в будущем, даже если человек захочет это вытащить, избавиться от этого, это будет уже невозможно. Потому что вот эта часть, она недосягаема нашим сознанием. Ин간ы тарактэн чондела. И поскольку человек, он уже грехопадшее существо, то если вот эти все вещи, они будут повторяться, то очень легко они войдут вот сюда в дух. Очень легко. Но если говорить не надо, то говорить не надо, то говорить не надо. Нет, потом вот не могут слушать Слово, вообще не могут слушать Слово. Да. И вот когда все вот эти вещи, они входят уже сюда, тогда уже Евангелие, оно не воспринимается и не входит. Да. Поэтому вам необходимо знать вот эти вещи. Поэтому, вы должны знать, что те, которые уже постарше, все вот эти вещи уже здесь находятся, уже в вашем доме. Если это не поменять, то ничего и не получается. Причем? 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 Причем. Причем? Причем? Поэтому в втором законе 6.4.9 написано, что это слово Божие надо внушить и сделать так, чтобы оно было везде на окне, на двери, сидишь, когда идешь, везде это слово должно быть? То есть необходимо это слово детям внушить, понимаете? Почему так надо делать? Вам надо знать причину. Ну не просто закон надо это делать, нет, необходимо знать почему Бог дает нам вот эту причину. Мы люди, мы вот такие, поэтому нам необходимо это делать обязательно. Павел говорит Тимофею, ты с детства знаешь Святые Писания. Вот так получилось, что в Тимофея вошла в Вера через бабушку, через бабушку и через маму. То есть вот так Вера вошла в него с самого детства. Вот один Рамнон, вот один Рамнон как Тимофей поднялся и он смог его интересировать одной эпоху. Но слово в нас не вошло, а вошло вот эти все вещи, пусть они повторяются и поэтому и вещи не получаются, поэтому и проповедование не получается. Верно? Поэтому мы Afghan Волша мы уже 다시 visualили из cafeства. , плюс дознанные соки чтобы было сделать тоhead. Поэтому мы Portanyadate уже почитать церковью. И вот почему мы с вами говорим о сосредоточном обучении, потому что необходимо вот эти все вещи поменять, и просто слушать слово недостаточно, надо сосредоточиться. И вот необходимо сделать так, чтобы Евангелие стало запечатленным кормом несущностью человека, почему, чтобы через вот эти вещи он смог испытать вкус Евангелия. Но если вы не говорите о stelltок Орма, у нас в этой отношении, если вы говорите о женщином... Дело в том, что если Божье Слово проникнет внутри нас, тогда удивительное Божье действие произойдет. Но дело в том, что у нас нет этого способа, чтобы Слово Божье проникло в нас. Поэтому люди приходят, послушали, послушали, уходят и потом ничем уже не остается. Поэтому я ходила в Слово Божье, соль и зло, соль и зло, и делали все. И, если вы были в шоке, то все будет зависеть от меня. Вот вчера я поговорил, если необходимо завучивать библейские стихи, и говорить их слух, потом рисовать евангельскую диаграмму. Не просто читать мою литературу, а прочитать и записать все, что я прочитал. Почему? Потому что, это есть способ, чтобы евангелие меня вошло. У мала blessing здесь общество, просто переписывая Правила образоваться с nervой или power of concentration. Мы всегда должны быть способом, чтобы стремиться с реальностью. Потому что в Медлитель, то есть в том, что международный обслуживающийся. Например, в нашей энергии, в нашей физической киеве, в нашей психической киеве, в нашей эмоциональной эмоциональной снести, в нашей эмоциональной киеве. Мы можем, чтобы мы можем, чтобы это просто гадировать. Потом, когда в Медлитель и в этот раз, то если мы можем, мы можем пройти от прессы, мы можем пресс-пределиться. Нам необходимо взрастить силу сосредоточенности и, как один из методов, это есть молитва глубокого дыхания. Потому что когда мы молимся, мы сосредотачиваемся. К примеру, мы вдыхаем, и все вот здесь находится в воздухе, и вся энергия находится здесь в животе, в районе диафрагмы, и таким образом мы сосредотачиваемся. И когда вот эта сосредоточенность будет получаться, потом даже получится глубокая молитва. Вчера я говорил, что эти двенадцать вещей надо поменять через двадцать один помощь. И потом три проблемы через три. Одну проблему одним решением. То есть я поменять на Христос. Потому что если я, это значит я смачен сатаном. А если Христос, тогда я смачен Духом Святым. И в итоге получается, что сатана тоже сокрушается. Если я ему не смачен, то что у него может быть на голубой, которую мы не можете... Но если он святым, то если мы туда... То есть мы должны все это берементировать, то что он заканчивается... Продолжение следует... То есть, если мы схвачены Христом, тогда действует Дух Сухой. Но если мы схвачены Вон собой, тогда действует Сатана. И вот Он ведет меня к поражению. Вот да, вроде бы кажется, что появляется сила, когда приходят злые духи, но на самом-то деле, конец это поражение. И почему Сатана дает людям успех? Только для того, чтобы построить Вавилонскую башню. Но и потом и эта Вавилонская башня, она рухнет, и поэтому у человека очень жалкое поражение было в жизни. Уже просто жалкое. Поэтому мы говорим здесь две вещи, это царство Сатаны или царство Божьего. И вот, имея это в виду, сегодня переходим к нашим декларам. Иисус пишет, что Бог садил Господом и Христом с сего Иисуса, которого мы распяли. Так что мы поговорим о воскресении Иисуса Христа. Написано к нему «были этому свидетелям». Так же Павел сказал, что «я этому свидетелям». «Мансакты и ото не гидо, не такleigh». Мансакты и ото не гидо, не тарахида. То есть Паа говорит, что и мне вот такому как бы ненормально родившемуся, потому что когда Паа родился, он родился на 8 месяцев, то вот написано, и мне пришлось верить. Так мы говорим про Хрест, воскресенье, воскресенье и второе пришествие. Вот вчера мы говорили о Хресте, сегодня говорим о воскресенье. Есть исторический факт о воскресенье, что Иисус воскрес возьмется. Но когда люди говорят, Иисус воскрес, я верю, что Он воскрес, это не вера воскресенья. И вот когда мы говорим о вере воскресенье, это не имеет никакого отношения к тому, что Иисус воскрес, я верю. Во-первых, это значение воскресенья. То есть, Иисус воскресенье, это не такое значение имеет? Воскресенье, с другой аликбая. И вот сегодня Петр как говорит? Мы этому свидетель, чему свидетель? что Бог воскресил его из мертвых. И потом, имея это ввиду, он говорит твердо знать. Что надо знать? Что Бог воскресил из мертвых и что? Что написано, сделал его Господом и Христом. Вот это надо твердо знать. То есть надо твердо знать, что Бог воскресил его из мертвых, но сделал его Господом и Христом. Поэтому есть два значения воскресения. Иисус и Иисус Христос. Иисус Христос. И вот воскресение это есть свидетельство. Это свидетельство, которому никто не может воскресить. Да, что Бог воскресил, что Кристос true. Иисус Христос. события Христа. Да, это так. Но в то время очень много людей умерло на кресте. И в то время Римская империя использовала такой метод. Она наказывала людей путем вешания на кресте. Они сказали, что Иисус убил Бога. Из-за этого Он умерло на кресте. Но неужели это свидетельство того, что Иисус является Христом? Нет. Свидетельство того, что Он является Христом, это то, что Он умер на кресте, но Бог воскресил Его из мертвых. Вы же все знаете, что исповедание пастора Рю, это в самом начале раньше, там где проповедь, там было. Какие Христовы символы живого? Вот такое. Но Павел так не проповедовал. Но что Он проповедовал? Иисус 17-3. Давайте посмотрим, что Он говорил. 17-3. 17-3. Итак, 2-3. Петра говорит. Павел, он так пробовал, что тоже Иисус есть Иисус. Сынгелью, прорывая, христианская, 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 христианская. То есть, он открыл Писание и доказывал в Писании, что Христу надо было опасно, а потом воскрес. То есть, Павел, когда смотрел в Писание, он что там видел? Поэтому, Христианство том SCP-19 잠깐merce то, что Христу надо было и умереть, а потом воскрес. Смотри, что Христос Христо в Писании, он должен умереть и потом воскрес! И вот этот Христос, Он пришел. И кто этот Христос? Иисус этот Христос. Почему? Потому что Иисусу номер, и Он воскрес. И я этого Христа я встретил. Я встретил воскресшего Иисуса Христа. И воскресшего Христа не освидетель этого. Вот так вот Он проповедовал. Иисус есть Христос, и вот Он воскрес. И вот это доказательство, потому что Бог воскресил его. Поэтому вот так, в проповеди Петра, так было сказано, твердо знали. Иудеи и так думали, что Иисуса распяли на кресте, потому что Он хулил Бога. Но, что Петр говорит, есть то, что вам надо точно знать. Твердо. Что вот этого Иисуса, которого вы распяли, Бог его воскресил. И то, что вам точно надо знать. Твердо. Что вот этого Иисуса, которого вы распяли, Бог его воскресил из мертвых и сделал Его Господом и Христом. Поэтому первое свидетельство, то есть доказательство того, что Иисус является Христос, это воскресенье. И посмотрите то, что идет после, это 17-го года, 30-го года. Давайте посмотрим, что идет дальше. Давайте посмотрим два стиха. Иисуса, который, оставляя в семинах неведения, Бог никто не повредит людям, и сухих не является. И Бог, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог. То есть вот это есть свидетельство, которое дано всем людям, повсюду. Свидетельство от Воскресения, это свидетельство того, что всем надо верить в Иисуса. Да. И вот это есть первое значение Воскресения, то что Иисус является Христом. Воскресение это свидетельство. И второе значение, какое Воскресение? Что вот этот Иисус, Он стал Господом. И вот здесь очень важно это слово Господь. Поэтому после Воскресения все начали исповедовать, что Иисус является Господом. То есть, что такое, что такое? Что такое? Че. Что такое слово, то есть слово, то есть слово, то есть слово. И какое значение слово Господь? Господь. Субтитры делал DimaTorzok То есть вот когда Бог оливился Моисею, потом он говорит, иди к фараону, а тогда Моисей говорит, ну вот я пойду, и что я скажу? Он говорит, скажи, и что вы, я есть сущий. Вот так сказано, скажи, что сущий Ильякова послал меня к вам. То есть вот сущий, сам существующий, вот так вот смысл. И вот это есть Божье имя. Иеремия 33, 2. Это написано, что я есть Господь. То есть вот написано, что так говорит Господь, который со вторым землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. То есть имя Бога, это Иегова. То есть, ну как бы, Господь, то есть сущий. То есть вот мы так говорим, как Иегова, или еще еще другого имя, это Яхра. То есть они так говорили, что, имя Господа оно святое. А такие грешники, как мы, мы даже не имеем, мы даже не можем надеяться, не можем, не имеем права называть это имя Святое. Но если вы посмотрите в Писании, то там очень часто появляется слово Господь. Но поскольку часто повторяется, а они читали послание, то не читать очень неудобно было. И вот для того, чтобы все-таки называть имя Бога, то вот они придумали другое имя, которое заменяет нас, это изначальное имя. И это имя есть Адонай. И это имя есть Адонай. Это на иврите, Адонай. Вот с того момента очень часто он начал говорить Адонай. Потом шибридмен стал van их язык на 원ят прополнителе without these writing, которые были pewней. Потом был перевод писания на греческий язык, известный как перевод 스�мидисяти. И там было уже другое имя, это Кьюриас. По-английски мы говорим, что это World. И вот после воскресения все начали называть Иисуса уже как Господь. То есть в тот момент все ученики начали говорить на Иисуса Господь. Давайте посмотрим Библию. А у вас ситуация? Именно 4, 14, 8, 9. Давайте найдем. Хорошо. Редактор субтитров А. Ибо Христос до того и умер, и воскрес, и жил, и владычество, и над мертвыми, и над живыми. В английской библии написано, не владычество, а быть Господом, и над мертвыми, и над живыми. То есть, вот он теперь стал Господом, и над мертвыми, и над живыми. Вот так написано. Также, Филиппица, 9, 2, 9, 11. Оксана, друзья. Давайте, найдём с вами Филиппица, deles они примены Bigawdus, ***, ***, женя ***, ***, linearly ***. Сначала давайте посмотрим, с шестого по восьмое место, Мы интересны. Сначала с шестого по восьмого. Сначала с шестого по восьмого. Сначала с шестого по восьмого. И затем воскресший Иисус стал нашим госпитом. Это то, что Иисус сказал сам. Матфея 28.18. После какого воскрес, Он явился своим ученикам. Дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть вся власть на небе и на земле была дана Иисусу, который воскрес. Хорошо. То есть Иисус теперь имеет власть всю и на небе и на земле. И затем временам 11.36. Иисус. Иисус. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Дальше. 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 Ваше. Вйдет. Дальше. Дальше. М家ами. Сюда входят как estranетки. НадEER жаловки. Дальше. Вот 그래서 우리 с вами и Francis. Или Strikina homok? Яссы. Вот мы часто тоже сделали так, что люди… они принимают вата? Дальше. Вам необходимо знать значение, что принятие это есть смена суверенитета, необходимо поменять суверенитет. То есть все грешные люди рождаются в таком состоянии. Все люди рождаются с двенадцатью жизнью проблемами, с падшими инстинктами. Они рождаются уже со сведоточенностью на себе. На самом-то деле я нахожусь под сатанами. Сатана, он что говорит человеку? Ты как Бог. И вот это запечатлело. Поэтому мы сосредоточили на себе. Почему? Потому что эти вещи уже запечатлели в нас и стали нашей основой, нашей сутью. Но на самом-то деле это есть обман, потому что сатана, он так обманул, мне сказал, что ты как Бог, а потом сделал у меня свои проблемы. Поэтому все люди не могут выбраться из двенадцати жизненных проблем и приходят к поражению. Поэтому вам необходимо хорошо понять эту вещь. И когда вы евангелизируете других людей, вам не понимать, смотри на других людей. Как вы евангелизируете люди, те люди, которые принимают Евангелие, они находятся в таком состоянии. И вот человек, он находится в таком состоянии, и вы сделали так, что он принял Евангелие. И вот поскольку эти люди, они же впервые принимают креста, то вы вот и помогли принимать креста. И тогда что такое принятие? Принятие, когда происходит в следующем образе. Вот мы делаем так, чтобы через принятие вот так вот произошло. Вот представители, человек думает, что тем самым sedent. Но хотя на самом-то деле — это сатана. Потому что есть принятие? Это когда меняется хозяин жизни, и уже хозяином становится Христос. Хорошо. Что такое принятие? До этого человек сам себя считал хозяином жизни, но есть то, что он не знал, это то, что сатана является хозяином жизни. И теперь человек меняет хозяина своей жизни, им становится Христос. Это есть смысл, понимаете? Поэтому здесь царство сатаны. Почему? Потому что сатана здесь правит. Когда мы с вами говорим о царстве, либо о стране, очень важно то, кто там правит. Почему мы говорим о царстве сатаны? Потому что там правит сатана. А человек стал рабом, то есть слугой сатаны, поэтому царство сатаны. Почему это сатана сатаны? Потому что сатана сделает человека своим рабом, и теперь человек служит сатане. Вот они сатаны. Вот они сатаны. Поэтому что такое принятие? Это когда мы восстанавливаем состояние, где уже Христос царствует. Это царство Божье. Вот они сатаны. Поэтому в Луке 17.21 сказано, что царство Божье не там, почему? Потому что его не видно. Но оно внутри вас есть. Поэтому здесь уже меняется суверенитет. Вы с вами уже не человек хозяин своей жизни, а Христос хозяин жизни. Это и сатаны. А я теперь стал чадом Божьим или народом Божьим, который получает правление этого Христа. Поэтому сказано, что покаятись. Что такое покаяние? Потому что с нас вам бесстанавливается. Что такое покаяние? Что такое покаяние? Матфея 4.17. Когда мы осознались, я жил в царстве сатаны, то есть я был рабом сатаны. И сатана действовал. То есть я что осознал? А раньше я был в царстве сатаны и я был рабом сатаны, и сатана действовал. Поэтому это сам Detail и это не проблема, потому что этого не решено, мы олено своего кулера. Боже. Христос пришел на эту землю, и для того, чтобы мы смогли войти в этот Царство Небесное, Он стал путем для нас, путем встречи с Богом. Христос обещал нам, что вы станете народом Божьим, и вы сможете наслаждаться Божьими благословениями. Он давал такое обещание, а потом приглашал в Царство Небесное. Поэтому человек осознал, что он находится здесь и захотел войти в Царство Небесное, где-то есть покаяние. Как можно войти в Царство Небесное? Но если мы просто с вами осознаем, это не позволит нам войти. Необходимо осознать, необходимо войти же. Это Марка 1.15. Исполнилось время. Приблизило Царство Небесное, покаялись и веруйте в Евангелие. Нам необходимо поверить в Евангелие. И через Христа мы можем войти в Царство Небесное. Потому что если не через Христа, тогда в Царство Небесное войти невозможно. Мы устраиваем. Поэтому здесь написано, тем, кто приняли Его, верующим во имя Его. Вот таким образом мы приняли его. Что нам говорит Откровение 3.20? Я не могу зайти, поэтому также стучусь. А если кто-то услышит голос мой, то я говорю, что дверь прямо не пройдет. Затем будем вечерять вместе. Будем вместе сидеть, вместе провалив время. То есть, когда мы сами открываем дверь, Иисус входит, это из принятия. И тогда как мы это делаем? Переменам 10, 9, 10. О чем говорит 10 глава 9 стих? Давайте вместе прочитаем. Поэтому очень важно нам прочитать, особенно времен 10, 9. Давайте посмотрим этот библейский синг. Давайте вместе прочитаем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот написано, что после воскресения Он стал Господом, Его теперь называем Господом. И если я верю, что Бог воскресил Его из мертвых, то получаю спасение. То есть, мы уже исповедуем Его Господом. И это из принятия. И это из смены суверенитета. Продолжение следует... Продолжение следует... Понимаете? Мы здесь служите, мы лидеры. Вот это вы должны хорошо понять. Меняйなさん и хорошо ко Алексею! Но если мы стараемся, то нам расскажем, remember мы все время начали вер groundwater. В каком и equipped человека. Обещала мать н вспомнить foreign. И женщин и отлич том, кого в духовномах. Если вы встретите умного человека, например, о ниту какую-то, то тогда, конечно же, он начнет задавать много вопросов, почему так? И вот для того, чтобы вам не быть в замешательстве, вам необходимо хорошо об этом знать сейчас. Поэтому каждый день попробуйте рисовать диаграмму. Постарайтесь стоять на этом каждый день. То есть, сняться в ленте. Я вам сказал уже, что ядрого 12 проблем – это не я. То есть, не я, но если я здесь, то сатана. И если вы вот в таком положении, тогда ничего получается. То есть, если вы и пастор, но если вы находитесь в таком положении, то после вашего служения, в конце вашего служения вы придете поражение. Почему приходит поражение? Потому что, если я веду служение на основании этого, на я, то точно сатана свалит. Поэтому есть такие случаи, что когда ведут пастор с пудительностью, вроде бы успешно, так, а в конце смотришь – упал. Я даже не думаю, что они будут помысловаться с пудительностью, но надо с помощью пудительностью. У меня спуститься, я думаю, что вы будете поражать. Но, если вы будете пройти, то иначе, то есть вы будете помысловаться с пудительностью. И даже если вы ведете свой бизнес, даже если будете преуспевать в своем бизнесе, но если вы находитесь в этом состоянии, то да, вы преуспеете, на тому Хавилонской башне. То есть с конца вы обязательно упадете. То есть с самого Библии, я как бы сотворил все. Бог сотовил человека не сосредоточить на себе. Человек должен служить, проводаться и повиноваться на Бога. Вот таким образом Бог сотовил человека. А вот это то, что сатана не делает. Но имея вот это состояние, вы верите в Иисуса. Как вы верите в Иисуса? Вот так. И вот это 90% верующих находится в каком состоянии? На самом-то деле Иисус, Он же слухал. Но если вы посмотрите в реальности на их жизнь, то есть они поставили свои личные цели и усердно молятся за это. То есть для того, чтобы эта цель совершилась, им нужно... Конечно, они так не говорят, но если посмотреть, то вот такое состояние. И вот вся их жизнь, вся верующая жизнь такая. И почему в церкви... И почему вот в церкви будут искушения? Потому что они хозяева, вот они сами хозяева. Поэтому если что-то не совпадает, то конечно же они расстраиваются, либо конфликты... И вот такие люди говорят, да, я принял христиан. Вот они живут в таком состоянии, но просто их религия это христианство. Иисус, как в церкви, а не в церкви, а не в церкви, а не в церкви. Вот главное слово это вот это вот религия, то есть на самом деле их жизни религия. Вот если вот это убрать, то будет там мусульманская религия или мусульманские... Но они не вышли из 12 жизненных проблем, поэтому сатана не атакует такого человека. Мы не говорим, что это принятие. Это далеко от принятия. Это не то принятие, о котором говорит Библия. Бог не говорил нам так. Написано, что все творение должно исповедовать Господом Иисуса в славу Бога. Поэтому сказано так, что филиппийцам 1.6, будучи уверен в том, что начавшее вас доброе дело, будут совершать его до дня 6. И в филиппийцам 2.13 написано, что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благополучию. То есть Бог производит вас и хотение, и действие, и сам это совершал. Понимаете? И затем 4.13 написано, что все могу укреплять Живей и Солнце. Это не то, что я могу все, а я могу все внутри Христа. И вот этот Бог, 4.19, Он знает все мои нужды и восполняет мои нужды. Это вот я говорю, что я говорю, что я говорю. И что? Я говорю, что 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 я говорю. И если вы вот таким вот приняли, тогда следующее слово, которое выходит, это... Иоанна 2.11. Он является хозяином всех сфер моей жизни. Иоанна 2.11. То есть Иисус Христос, Он является моим Господом во всем. Иоанна 2.11. Мы чувствую что вот она занимается старым, и приехали за нас. И это местописание говорит о свадьбе в Канне Галилейской. Тем более, там была проблема и проблема. Т.е Иисус Бел Гостем по día, еслиался blev г 왔 nell этот боль. Почему у них был гостем? Поэтому HEAVL difędzie было вот этим. И хоть всемогущий Бог, Иисус Христос, был там, но поскольку Он был гостем, закончился. Их, если вам нужно, то есть, они это все делали сами, но у них это вино закончилось. Затем Мария подходит и говорит к Иисусу, вот у них вино закончилось. Иисус смотрит на него и говорит, женщина, а что мне до этого? Действительно, какая ему разница, он же гость, правильно? Это на самом-то деле головная боль хозяина, но не головная боль гостя, правильно? Затем Мария позвала услуга и говорит, что все, что скажет вам, то делайте. И вот они сказали, да, так сделаем, взяли и понесли. И вот они сказали, да, так сделаем, взяли и понесли. И вот таким вот образом, тогда надо было взять и просто принести вот это вино к вот эту воду. И вот когда вот эти слуги, они вроде бы вынесли воду, а когда пришли к распорядителю, то увидишь, что это уже вино. И вот эти церемонии всегда очень сложны, и вот обычно во время церемонии сначала прожник, Сначала приносили хорошее вино, а потом уже менее хорошее, но тут было все по-другому, потому что потом принесли вино лучше. То есть вот насколько было вкусно, что все выпили и даже удивились. Да. О чем здесь говорится? Какая причина, что нам оставлена вот эта вот запись? Что Христос стал Хозяином. То есть Он является Хозяином всей моей жизни, всей сверхъестественной. Поэтому 1 Петра 5-7-8 написано, все заботы вашего возраста на Него. Потому что Он печется о вас. А вот я не знаю, Бог. Боже, не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свое желание пред Богом. В Мои живут. Вот. О чем это говорится? 5-7-8. Не заботитесь о том, что теперь внутри меня находится Царство Небесное. Вот этот Христос, Он является Господом всей моей жизни. И вот Он сейчас во мне пребывает, вот эти В Мои живут. И как написано, что если я изгоняю бесов Духом Божьим, то достигло вас Царство Небесное. Если мы говорим, что Царство Небесное, оно уже сошло на меня, уже внутри меня. То есть написано, что когда я через Христа отсюда вошел в Царство Небесное, тогда Царство Небесное, оно во мне совершилось. Уже совершилось, но еще не совершилось полностью. То есть оно еще полностью не совершилось. То есть я уже вошел в это Царство Небесное, я стал народом Божьим, но оно еще не совершилось полностью. А когда совершится? Во второе путешествие. Давайте посмотрим. А первый период там пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. Пятнадцатый стих. Уз Report 54, от Малой Божьим. С 1950 по 54 fest. Но, что которое мы это знаем, это значит, что «во этих pecs не может наследовать Царство Божьим. И тление не наследует не тление. А дни dareм тайнерезии не всем умрем, но все изменятся». Вдруг, на мгновение окна, при последней трубе, ибо мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо нетленному сему надлежит обвлечься в нетлении, и смертному сему обвлечься в бессмертие. То есть оно еще не совершилось, но когда прилетут в суд во второй раз, написано, у нас будет новое тело. То есть вот мы с вами через Христа, мы вошли в Царство Небесное, мы стали народом Божьим, но еще Божье Царство у нас не случилось, и не можем туда пойти, почему? Есть плоть. Поэтому, когда мы воскресли, нам будет дана новая плоть. То есть вот эта плоть будет тленной, да, слиться, то есть исчезнет, а будет новая плоть. И вот когда Иисус уже вперед во второй раз, все воскресли, и мы сможем войти в Царство Небесное. Но уже это Царство Божье, оно во мне совершилось. Тогда мы с вами уже стали народом Царства Небесного. Почему? Потому что Таза Небесная во мне совершилась, и мы уже имеем первый плод. Это первый плод спасения Царства Небесного. У нас есть все благословения, это первый плод. И вот они двигаются на благословение положения и благословение власти. Они не представляют собой, но в России они нет внимания, они не представляют собой. Вот те люди, которые не рисуют плод спасения, они хорошо об этом знают, они просто знают, есть благословения и любви и так далее. но если вы хотите, но вы же служители, вы же те, которые воспитываете, тогда как это? Вот это есть. И вот мы с вами встали в них, и мы получили вот эти вот благословения Царственной Песной. И вот здесь первый пункт, это 1-го крифта, 1-го крифта 2-12. 1-го крифта 2-12, мы не получили духа мира, но приняли духа Господа. 1-го крифта 2-12. Я же уже объяснял через Иванскую диагнозу. Вот этот человек, он живет здесь, а вот это Савство Небесное. И вот это Царство Небесное, оно сошло на меня уже. Я уже являюсь народом вот этого Царства Небесного. Христос является Хозяином в этом Царстве Небесного, и я приведу его Хозяина своей жизни. И вот когда мы говорим, что Царство Небесное сошло на меня, это значит, что вот это Царство Небесное сошло на меня уже в виде благословения. Поэтому вот мы сейчас имеем первый плод спасения Царства Небесного. Вот, вот, здесь я. Вон, где, в он и в quotes, Вон, здесь, ел бы, я не так. Он в прошлое, значит, ел бы, я не знаю, Ел бы. Ha-е, ел бы меньше, ел бы меньше. И вот, Эл бы. Вот, вот, вот смотрите, вот здесь. Я не знаю, что, когда ты ж, как говоришь, все, как вы не Beam. Те, это, как, так, как вы не думали, все, как, 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 так, так. И у нас есть первая флота из Миньи. Вы даже не получаете всякие флота, как-то аппетит или что-то. А, вот там дерево из яблона. Вы когда собираете урожай, вы же вот так все вместе не собрались. Все началось с первого плода, правильно? Вы сначала один собрали. Сорвали только один тут. Первый. Как вы делаете? Сначала. И вот тот первый плод, который созрел первый. Вот вы его срываете. Когда время уже урожай уходит, все созрело, вы уже все разобрали. Ну вот, когда время уже урожай уходит, все созрело, вы уже все собираете. Вот мы получили спасение сансовом. Нам необходимо обойти в этот сансов. Правильно? То есть надо же будет обойти обязательно. Мы не можем пойти сюда. Мы живем здесь на земле. Но тем не менее, это сансово-бесно, оно сошло на меня. Поэтому те люди, которые принимают это за Господом, они становятся детьми Божьими, Божьим народом. И вот Библия ЖК говорит, что наше же жительство на небесах. Да, хоть мы живем в этом мире, но мы не народ этой земли, мы народ царственника. Но по-прежнему мы еще живем здесь, на этой земле. Но я не принадлежу к этой земле, я принадлежу к царству. И вот прежде чем мы вкусим все это благословение Царства Небесного, прежде мы...